Масло «Золотые горы» Ресторанная кухня – невероятное место, где все кипит и бурлит, и на ней остаются только те, кто действительно не представляет свою жизнь без шипящих сковородок и острых ножей. В эфире самое вкусное шоу страны «Магия кухни» и я, его ведущая Диана Снегина. Время готовить. Весь эфир сегодня мы, конечно же, посвятим главному в нашей программе – это еде. А вот делать это я буду сегодня не одна, а с нашим другом, уже давним другом, можно сказать, с шефом ресторана «Вилла де Фиори» Артемом Евдокимовым. У, здравствуйте! Здравствуй, рада тебя приветствовать. Ну, прежде чем мы начнем, хотела бы напомнить тебе и нашим зрителям, что пикантность и изысканный вкус нашим блюдам придаст продукция нашего генерального партнера Евразинфудс Корпорейшн, представляющий бренды «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы». Артем, ну и теперь давайте рассказывайте, что мы сегодня будем готовить. Ну, во-первых, готовить мы сегодня будем с вами два простых, но очень вкусных блюда, как всегда. Первое блюдо будет называться «Запеченные баклажаны с сыром моцарелла». Смотрите, у нас здесь, как всегда, есть итальянский флаг, у нас есть белый сыр, у нас есть красный томатный соус. А ведь действительно цвета флага красивого. Ну да, я же вам говорю. Есть у меня уже готовый соус песто. Кстати, дорогие друзья, на одной из предыдущих программ с Натальей мы готовили уже соус песто. Если вы хотите узнать, как он готовится, можете посмотреть чуть-чуть раньше. Ну, либо зайдите на наш сайт хабар.кейзет или вкуснота.кейзет, там все найдете. У нас есть сыр пармезан уже заранее натертый, сыр моцарелла тоже. А я почему-то думала, что это цветная капуста такая распопрошенная. Отлично. Познакомьтесь, Диана, сыр моцарелла, сыр моцарелла Диана. Вот. Он уже заранее натертый, я все заранее подготовил. Я его даже попробую. Собственно говоря, приступим? Приступим. А что вы будете делать? Вы будете делать, тогда повторять за мной, смотрите. Держите, вам баклажан и мне баклажан. Я пошел сюда. Давай распределим наши места, нашу локацию. Знаете, да, как на курсах. Правой рукой мы берем нож, левой рукой мы берем... А вот сейчас внимание, друзья мои. Сейчас будут просто уроки, практические уроки от су-шефа Артема. Давай. Так, смотрите, ну, во-первых, для того, чтобы резать, вы знаете, да, правило трех пальцев. Три пальца всегда стоят спереди, а два пальца стоят... Поэтому, когда вы будете резать, что вы будете резать? У вас, в принципе, ногти не останутся ни в блюде. Главное, чтобы пальцы не остались, а ногти... Ну, ладно, пальцев у вас все равно 10. Одним больше, одним меньше, это не тратно. Действительно, чего же. Смотрите, отрезаем просто краешек, он нам не нужен, мы его убираем в стороночку. Есть у нас баклажан, есть у нас такая... Да, но ты себе забрал, я смотрю. Я вам покажу просто, что нужно будет сделать. Смотрите. Все, ну, понятно. А, вот так, да? Немножечко, да. Это жестко, это нам не понадобится. Это можно убрать... Немножко фантазии. Это убрать... Держите. Давай. Ваша очередь. Ну, хочу вам немножко... Три лепестка срезаем, да? Кстати, Артем, скажи... Ой, слушай, что-то он не режется. Давайте, мы не той стороной. А, может, не той? Нет, нет. Опа, опа, так, теперь курсы по нарезке. Нет, а я знаю, что ты в самом деле. Ну, у тебя получилось это одной линией, а у меня в три захода. Ничего страшного. Это не самое главное. Главное, что от этого вкус не меняется. Ну, давай, что мы делаем дальше? Смотрите, у нас есть вот такая формочка, в которой мы будем запекать. Длина нам нужна приблизительно по этой форме. Обрезаем. Приблизительно. Да, ну вот смотрите, мне чуть-чуть не хватило, поэтому почти, еще даже чуть-чуть. А. Чтобы они вот так вот влезли. Пошли, да? Да. Это мы не выкидываем, это мы оставим. Это мы оставим на всякий случай. Сюда вот положим. Так, ну мы ее... Она спокойно должна зайти, да? Спокойно, да. Не трамбовать. Отлично, да. Теперь, вам нужно сейчас где-то по полсантиметра, миллиметра по три нарезать такие вот полосочки. Уважаемые друзья, Диана, это тоже касается вас. Баклажаны – это очень специфический овощ, которому нужно подходить очень весьма аккуратно с выбором. Потому что, когда баклажаны... Как правильно выбрать баклажан? Ну, во-первых, внешность, это, само собой, должно... То есть он должен нравиться нам, да? Да, посмотрите, какой он красивый. Ох ты, да, да, да. Симпатичный. Который на вас смотрит, наверное, баклажан. Во-первых, для того, чтобы они были хорошие и вкусные, и внутри была консистенция, их можно немножко потрогать, помять. Если они уже переспелы, они будут мягкие, потому что семена уже будут крупные, и там будет воздушное пространство. Дальше. Баклажаны иногда горчат. Да, вот это вот есть, кстати. Это большая проблема. Если в море чубра из баклажанов, нам нужно замочить их в соленой воде. Прямо сейчас будем замачивать, да? Мы сейчас замачивать не будем. Не будем. Мы сейчас с вами немножко сделаем по-другому, мы ненадолго замочим. Если у вас совсем мало времени, и у вас нет на то, чтобы замачивать баклажаны в соленой воде, как нужно правильно делать. Вот сейчас нас научит Артем, как все-таки сэкономить время и сделать баклажаны не горькими. Пока ложите вот так баклажаны перед собой. Так, кладем. Слушай, ну у тебя, конечно, красивые получились. Отлично. У меня такие разные они. Ничего страшного. Ничего страшного. У нас есть соль. Да. Немножко. Соль не морская. Это не морская? Я вообще говорю, не морская? Лучше, конечно, вообще пользоваться, в принципе, морской солью. Но если нет... Вот смотри, все повара говорят по-разному. Мне кто-то говорил, что морскую соль категорически нельзя из нее готовить, с ней готовить, только лишь добавлять, когда ты кушаешь. Смотри, что я думаю по поводу морской соли? Что ты думаешь? Морская соль? А как вы тогда ответите мне на тот вопрос, почему у нас вся соль едированная идет? Почему она едированная? Да, потому что у нас, наверное, в нашем регионе не хватает йода. Совершенно верно. Поэтому морской соль... Нет, ну я-то с другой позиции, чтобы она не мешала... Что не мешала? Вкусу нашему. Нет, смотрите, соль чуть-чуть поменьше солите, потому что у нас все будет... А мы же потом на ту сторону же надо. Нет? Нет, вот так сделаем. Переверните, чик-чик-чик сделайте. Сейчас мы с вами положим сюда и зальем на недолго водички, на недолгое количество водой, пока у нас будет... Так, у нас есть здесь вода. Пока у нас будет готовиться соус. Соус, в принципе, у нас готов уже. Все. Пока вы размешиваете, я беру гриль-сковороду. Именно гриль-сковороду, да? Да, но так как она у нас есть, мы можем воспользоваться ее услугами. Если бы у нас не было гриль-сковороды, мы бы, соответственно, налили бы другую сковородку. Наливаем чуть-чуть масла, потому что баклажаны, как губка, они впитывают масло просто беспощадно. Вот. Наливаем чуть-чуть масла. Подожди, да, я подготовлюсь. Немножечко, да, мы наливаем наше взвескотное масло? Все, все, все. Теперь его нужно по всей поверхности сковороды, в общем, смажем мы сковороду полностью. Ну, просто смазали, да? Здесь у нас есть уже готовые баклажаны, которые уже промачились немножко. А мы не будем салфетки? Вот салфетки нам нужны есть, да, у нас салфетки? Конечно есть, а как же. Давайте сюда. На нашей магии кухни все есть. И даже... Действительно, да. Это самая лучшая кухня, самое лучшее кулинарное шоу страны. Я надеюсь, что мы тебя больше нигде не увидим, кроме как на кухне ресторана вашего. Ну, конечно, я думаю... Если ты, конечно, не запустишь свое шоу какое-нибудь. Да, да. Талантам, говорят, нужно помогать, а без дарей так сами пробьются. Я Нельсон Пенни. Расскажу вам, как создается шедевр. Трижды отфильтруем лучшее свежее масло. На этом этапе рафинации уйдет все лишнее, а нам останется только масло. Заморозим, чтобы в нем не появлялся осадок. И напоследок удалим посторонние вкусы запаха. Итак, мы создали шедевр масла высокого качества, которое подчеркивает натуральный вкус ваших блюд. Если масло, то только шедевр. Сколько минут должны они обжариваться? Минут я не скажу вам. Вы посмотрите, подгляните туда вниз. Они должны поджариться, да? Они должны взять небольшой цвет, да. Небольшой цвет? Ну, то есть еще нет, скажем так. Слушайте, красиво, ребристо так. А как вкусно это будет. Ну, наверное, вкусно. Ну, вот вы попробуйте, а потом скажете. Смотрите, что еще? У нас есть соль везде. У нас есть в соусе соль, у нас есть соленый пармезан. Кстати, я заметила, да, что ты прям ненавидишь соль. У нас есть соль в моцарелле, поэтому нужно быть очень аккуратно в этом блюде. Запекать мы будем в духовке. Перед температурой... Ранее мы разогрели духовку до температуры 180-200 градусов. Ой, слушай, уже... Все, я думаю, что уже да. Просто переворачиваем, да? Просто переворачивайте. Аккуратно. Выкладывать желательно тоже на салфетки, чтобы лишнее масло, которое нам не нужно, оно ушло. Смотрите, какие красивые полоски получились. Очень красивые получились. Смотрите, мы будем выкладывать слоями сейчас. Пока у нас обжарится, вы можете взять ложечку и ложечки налить сюда в соус. Вот здесь у нас есть ложечки. Отличные, отличные ложечки. Слушай, у меня такое чувство, как будто я к тебе на программу пришла, а не ты ко мне. Ну, сегодня... И это здорово. Ты знаешь, мне нравится, когда мужчина хозяйничает на кухне. Не так часто. А вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, с чем связано, что вот профессия повара сейчас стала набирать такую популярность и обороты? Кого не встретишь, ты кто? Я повар. Я повар. Ой, я думаю, ну, во-первых, это все-таки творческое. Да, прям с листиками. Это творческое, немножечко прям по самому дну размазывать. А, размазываем все. Во-первых, это профессия творческая. Во-вторых, знаете, есть такая хорошая пословица. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Поэтому, чтобы не было кризис-не кризис, повара всегда работали, работают и будут работать. Одна из самых первых профессий какая? Не та, о которой вы подумали, а повар. А, не телеведущая? Да, нет. Телеведущая появилась, наверное, после того, когда по телевизору, наверное, что-то начали показывать. После КВН, наверное. Смотрите, мы берем, выкладываем баклажаны сюда, на салфеточку, для того, чтобы лишний жир, все-таки они у нас впитали, ушел сюда. Что мы делаем с вами дальше? У нас есть баклажаны. Мы выкладываем вот таким образом, слоями. Выкладываем сюда, на самый низ. Дальше ложечку. А, и смазываем все. Ложечку. Все, я теперь уже поняла. Еще две ложечки у нас. То есть, получается, мы делаем такие многослойные, да, пирожок. Я вам, можно, буду помогать. Такой баклажанный Наполеон у нас получился. Смотрите, у нас немножко добавляем сыра пармезан. Пармиджано. Немножко добавляем, я взял ложкой, но мне будет удобнее это делать все-таки руками. Ну вот, хочется дать совет про сыр. Давайте. Ой, слушай, горячий, горячий. Конечно, горячий. Ну, может, это станет откровением, но сыр можно называть живым существом, потому что он дышит. Да. Потому что он потеет, он влагу какую-то выделяет. И лучше всего сыр, насколько я знаю, убирать из пакетика. Вот вы купили, например, в этом пластиковом пакете? Потому что этот вкус будет впитан. Лучше его переложите в какую-то другую емкость, стеклянную. Так, все чувствую. В деревянную, в конце концов. Смотрите. И пергамент, но будет вкус неприятный и отвратительный, если вы оставите в этом пластике. Сделайте так. Вот Артем это все сделал. Чтобы не заводились вредные бактерии, Джейк Лейн, исследующий разные виды и сорты сыров, объясняет, что пластиковая упаковка часто превращает вкус сыра во вкус пластика. Естественно, что это неприятно. Если вы не хотите есть пластик, потратив несколько сотен на сыр, потому что дорогой сыр, ну, хороший сыр, дорого стоит, то лучше переложить его все-таки из полиэтиленовой упаковки сразу после того, как пришли домой. И запомните это, и пусть это станет для вас уже аксиомой. Вот было бы чудно, если бы вкус пакета превращался во вкус сыра. Скоро будет и такое. Это было, да. Но ты знаешь, мы все-таки будем страдать и скучать по живым продуктам здоровым и настоящим. И слава богу, что у нас в Казахстане есть здоровые натуральные продукты, которые мы не боимся покупать, не боимся давать своим детям без всяких ГМО, без всяких Е и так далее. Слушай, пока я разговариваю, ты уже заполнил всю коробочку. Да, отлично, отлично. Какой ты шустрый. Ну, вы знаете. Слушай, вот так вот вы и работаете, да, на кухне? Да, да, да. А как вы друг друга там не сбиваете? Вы же бежите. Сбиваем. А, сбиваете все-таки, да? Да, и всякое у нас в жизни. Бывает, я, по-моему, не положил сыр туда. Сыр не положил. Ничего страшного, один слой будет без сыра. Вот видите, вот это к тому, что из недостатков можно сделать со своей подписью. А подпись Артема в данном случае, отсутствие сыра в верхнем слое. Да, смотрите, смотрите, вы не отвлекаетесь, вы пока говорите туда, одним глазом вы смотрите. То есть ты перемешиваешь два сыра, моцарелла и пармезан, для чего ты это делаешь? Для вкуса обязательно. Только лишь для вкуса, не для какой-то корочки особой. Смотрите, корочка у нас будет сверху, мы ее будем, сейчас у меня есть крышечка, мы крышечкой закроем, крышечкой закроем, вот так закроем крышечкой. И с вами мы сейчас ставим сюда на 15-18 минут при температуре какой? 200 градусов. Почти 200 градусов, 180-200 градусов, да. Дорогие хозяйки, хозяева, которые готовят, обязательно учитывайте температуру приготовления каждого блюда. У вас дома есть ваши жарочные шкафы, к которым вы сами уже привыкли. По грешной жарочному шкафу дома приблизительно 20-30 градусов. Открывайте, закрывайте, какая духовка. Поэтому, ну, как готовить дома... Это очень важно, да? Да, это очень важно. Как вы готовите дома, это уже вам будет проще. Так, ну я так понимаю, пока у нас баклажаны томятся, мы сейчас перейдем ко второму блюду? Да, приступаем ко второму блюду. А второе блюдо у нас котлетки из креветки. Запеченные баклажаны с сыром моцарелла. Баклажаны наполовину очистить от кожицы, нарезать широкими полосками по длине всего овоща и замочить на несколько минут в соленой воде. Ломтики просушить и обжарить до золотистой корочки на растительном масле. В форму выложить слоями баклажаны, томатный соус, тертый сыр моцарелла и пармезан. Отправить блюдо в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Перед подачей украсить соусом песто и базиликом. Приятного аппетита! И наше второе блюдо, конечно же, не менее пикантное. Это котлетки из креветки. Мы сейчас посмотрим, что же туда входит. Наверное, помимо креветок еще что-то войдет? Ну, во-первых, смотрите, мы туда будем добавлять... Мы будем делать фарш. Фарш мы будем делать из лосося, из креветок, добавлять немножко лука. Заранее уже мелко нарезал и обжарил. И будем добавлять классический майонез «Три желания». Без всяких добавок, без всяких начинок, без ничего. Провансаль. Слушай, а стесняюсь спросить, рыба у нас соленая или свежая? Рыба у нас свежая. Приблизительно пропорции креветок нам нужно будет где-то 60% и 40% нужно будет добавлять лосось. Мы сейчас с вами посмотрим. Так как мы с вами находимся на домашней кухне, соответственно, все домашнее, мясорубки у нас, к сожалению, нет. Мы будем фарш делать вручную. Вручную? Ты меня пугаешь. Ну, давай перейдем туда, в наше крыло. Смотрите, у нас здесь есть чашечка, в которую мы будем добавлять доски, тоже можете сюда принести. И пока мы будем это готовить, я надеюсь, ты нам расскажешь... Это нам нужно? Пока оставьте это у нас гуза. Оставим, да? Ты нам расскажешь, как все-таки правильно выбирать креветки, ведь многие не вдомек, что, оказывается, есть какие-то свои пикантные особенности в выборе креветок. Давай, делайте, что мы будем делать. Давайте, смотрите, пока возьмите досочку. Что мне делать? Досточку возьмите и мелко-мелко нарезайте креветки. Мелко нарезать креветки? Давай, может быть, я рыбу нарежу мелко? Хотите мелко рыбу, как хотите, без проблем. Да, и лучше рыбу, наверное, потому что я не знаю, ты должен показать, как их чистить, что убирать. Вообще фарш, фарш, они уже почищены, я их заранее почистил. Все. Я их заранее подготовил. Вот по этому поводу я вам и расскажу про креветки. Как мелко резать их? Крошку вообще. Вообще крошку? Вообще прям хаотический и мелко-мелко-мелко, чтобы получился фарш. Смотрите. Очень красиво у нас с тобой креветки. Посмотри, какие. Как ты их выбирал? Расскажи. Я их выбирал очень правильным способом. Органолептическим. Для начала я вам расскажу, что это такое. Еще раз. Органолептическим. Подходите, смотрите, что это такое. Можете потрогать, посмотреть. Во-первых, креветки сюда приезжают однозначно замороженные к нам в Казахстан. Во-вторых, основной поставщик, это, конечно, Средиземноморье. Но Средиземноморье, оно с разных сторон, там где-то Турция, где-то Тунис, где-то Франция, может быть, Европа или Италия. То есть там совершенно разные креветки? Чем холоднее море, чем Северное море, тем там вкуснее креветки. То есть, соответственно... Послушайте, чем холоднее море, оказывается, креветки вкуснее. Записывайте. И чище. Откуда мне нужно ждать своих самых вкусных креветок? Ну, я думаю, что с Европы, конечно, они будут подороже, но основной поставщик у нас является Турция, Тунис, Бангладеш. Нет, а где у нас самое холодное море? Северное, во Франции. Да, я вижу, ты уже сделал фарш практически. Да, вот, смотрите, креветки желательно... У нас на супермаркетах, на полках супермаркета есть креветки всякие разные, какие хотите. Ни в коем случае не покупайте уже вареные креветки, которые красного цвета. Они вы... Мы не узнаем, какими они были до того как. Они были не очень вкусные, вы не знаете, насколько они были свежими и так далее. Это креветки, которые их называют еще пивными. Размер. Кстати, знаете, креветки делятся по размерам. Знаете, да? Ну, я знаю, что они делятся. Даже там, по-моему, в сантиметрах их как-то, да, обозначают? Нет, нет. А как? Креветки делятся... Вот эти креветки, значит, 16-20. Ну, вот я говорю, как-то... 16-20, это означает, что от 16 до 20 штук в килограмме этих креветок. А, а я всегда полагала, что это в сантиметрах. Думаю, ничего себе, что такое 16-20? Нет, смотрите, есть креветки 4-6. Это от 4 до 6 креветок в килограмме. Ну, 4-6, наверное, тигровые, да, уже какие-то? Они все являются... Вот это тоже тигровые. Да, они все тигровые. Просто это не выросли немножечко. Вот, как у вас там успехи? Отлично? Да, но только я, смотри, хотела тебе сказать, вот, чаще всего это замороженные креветки. Ты придешь домой, они на вид такие красивые, большие. Разморозишь их, а там вообще, не знаю, даже не с мизинец. Когда вы покупаете креветки, во-первых, они должны быть... Они продаются все в глазировке. Так. В зависимости от того, какая глазировка, то есть целиком, должна каждая креветочка, бум-с, выставите, она заморожена. Либо куском, да? Либо, если куском, значит, креветки уже были заморожены, разморожены неправильно. Все, поняла. Или слившиеся. Вот еще один секрет. Они должны быть отдельно, да. Это, которые супермаркеты. Спасибо тебе. Ты сегодня открыл просто глаза мне на креветки. Дальше. Еще момент. На каждой пачке креветок есть коэффициент оттайки. То есть, сколько у вас... Вы покупаете килограмм креветок? Так. Но килограмм креветок – это замороженные. Угу. Когда вы их размораживаете, в зависимости от того коэффициента... Может, на 20% быть меньше, может, 30% меньше. На 20%? Мне кажется, наверное, на 50%, наверное. Может, и на 50%, да. Поэтому внимательно, когда приобретаете, читайте, там указано. Угу. Вот. Еще один момент. Смотрите. Креветка, она бывает оттенку серенькая, светленькая, темненькая. Это все зависит от того... Блондинка, брюнетка, шатенка. Да, да, да. Вам, кстати, блондин или брюнетка нравится больше? Мне нравится больше Артемы. Артемы, да. Давай дальше. Ну, да. Вот, смотрите, это по поводу креветок. Да. Что еще я вам могу про них рассказать? А что еще? Может быть, есть какие-то креветки не очень хорошие, но чем-то завуалированные? Мы должны разглядеть. Да, вот. Что там есть? Панцирь у креветки, если он будет очень-очень темный, значит, прям вот черного цвета, значит, опять технология хранения была нарушена. Это тоже может вас расстроить. А панцирь должен быть светлым, да? Панцирь должен, естественно, цвета. Бывает прям черный, знаете, как нефть. Ага. Такого цвета. Это уже неправильное хранение было. То есть их замораживали и размораживали неправильно. Давайте я вам чуть-чуть помогу. Помоги, пожалуйста. Давайте. Смотрите, что у нас мы здесь имеем. Лук, между прочим, тоже очень-очень мелко, если вы обратили внимание. Нарезан предварительно и обжарен до золотистого, вот прям золотистого цвета. Я очень хорошо сейчас перемешиваю. Ты ничего не солил до этого? Я сейчас вообще ничего не солил. Здесь солью тоже нужно будет аккуратненько, потому что у нас есть майонез соленый. Майонез тебе нужен сейчас? Да, сюда. Давайте майонез нам чуть-чуть. Обрати внимание, у нас новый майонез, провансаль премиум. Вау! 200-процентный, да. Вау! Добавляем совсем вот с пол-ложечки. Так, с пол-ложечки. Давайте сюда. Еще, 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 чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Все. Добавляем сюда. Давайте сюда. Еще немножко добавим. Вот так. Отлично. Все, добавили. Майонез у нас 70-процентный. Отлично. Мне кажется, это здорово, да? Да, это жирно, конечно, но нормально. Это жирно. Ну, посмотри, у нас ничего такого жирного нет. Это семга? Это да, лосось у нас. Лосось. Он жирный лосось? Да, это очень жирный. Жирный, да? Чуть-чуть соли, чуть-чуть перца. Знаете, это я вам позволю добавить туда. А, слушай, лосось абсолютно свежий, не копченый, не... Нет, абсолютно свежий, абсолютно вкусный, абсолютно не копченый, без добавления всяких. Сколько соли и перца? На чуть-чуть. Аккуратно. Все. Все. Давайте еще чуть-чуть. Еще мне такой звук прям нравится. Ой, сейчас... Все, я думаю, закончу, значит все. Значит все. Ну, собственно говоря, мадам, приступим к формованию котлет. Это называется формование котлет. Это мы будем придавать форму для того, чтобы... Сейчас будем формовать котлеты. Да, для того, чтобы с нами, с вами заформовать правильно котлеты, нам понадобится немножко... Слушай, ну вот смотри, если ты переваришь креветки, они становятся резиновыми. Есть опасность, что мы пережарим котлеты, они станут резиновыми? Нет, они не станут резиновыми, и вы попробуйте, посмотрите. А как сделать так, чтобы они не были резиновыми, когда ты варишь? Их долго варить не нужно, во-первых, закинули практически сразу и сварили. По цвету креветки видно будет, как она набирает яркий красный цвет, но или в зависимости от того, какой вы купили креветку, она будет готова. Потом готовая креветка всегда плотная, когда вы трогаете, она плотнее, становится любое готовое мясо, оно становится плотнее. У каждой хозяйки десятки секретов. Салатов, пюре, запеканок, омлетов. С брокколи, руклой, тмином и кинзой, камамбером, ракфором, чеддером, брынзой. С уксусом, с солью, молотым перцем. С любовью, душой и от чистого сердца. С мясом, без мяса, с начинкой и без. Сотни рецептов. Один майонез. Майонез, три желания. Смотрите. Есть пергамент, чтобы наши котлетки не прилипли. Наливаем масло сюда. Смотрите, мы масло не на сковороду наливаем, а на пергамент, который на дне сковороды. Сколько, Артем? А, немножечко. Знаете, чтобы креветки не плавали там, а и нажали. Еще? Еще чуть-чуть. Я прям боюсь переборщить. Ничего страшного. Мы с вами, если что-то делаем неправильно, мы заливаем все это соусом. Да я помню. Поэтому так. Сегодня мы это делаем соусом песто. Нет, креветки у нас будут с соусом грибным фирмы «Три желания» и соусом карри-манго фирмы «Три желания». Креветки у нас такие, видите, получились. Такая формочка, такая формочка, больше, меньше. Ну, это все по-домашнему. Ох, все. Такие у нас румяне. То же самое с другой стороны, да? Да, давайте теперь ваш тайминг проверим. Слушай, а с боков? Время, 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 время. Как, подошло, нет? Нет еще. Давайте, сейчас еще подождем. А вот теперь уже можно переворачивать. Отлично. Нет, переворачивать мы не будем. Мы не будем? Нет, мы сделаем немножко проще. Нам, они у нас не дошли. Огонь не нужен? Они у нас не дошли еще, потому что они у нас получились такие большого размера. Ну, в принципе, даже если маленькие, они не дошли. Их нужно будет поставить в духовку. Опять же, при температуре 180 градусов, где-то минут на 5. Минут на 5. И у нас еще есть готовый, готовый. Но это уже у нас готово, да? Это у нас уже готово, но нам немножко нужно цвета дать. Какого цвета? А, вы знаете, что можем сделать? Мы в духовку. А, ты хочешь дожарить? Да, это тоже готово, кстати. Но вот мне хочется попробовать. Я люблю сжаривать. Я хочу немножко подпечь для цвета. Ммм, я поняла. Так, Диан, для того, чтобы нам подать вкусно это блюдо, мы положили на тарелочку лолороса. Лолороса? Лолороса. И нам понадобится два соуса. Карри-манго, я вижу, раз, два, третий справа он стоит. И грибной это будет первый справа. Последний с конца. Три желания. Все наши желания сейчас исполняют вот эти два соуса. Они дадут особый... Сначала мы выложим, это мы подготовили пока, вот так. Подготовили вот так. Сюда мы будем выкладывать. Нам осталось же всего лишь 180 секунд. И всю красоту, которая находится там у нас в духовке, мы перенесем сюда на наш стол, красиво украсим, попробуем и расскажем, как это было вкусно. Да. Котлеты из креветок. Креветки и лосось мелко порубить, приготовив тем самым фарш. Смешать с жареным луком и майонезом. Посолить, поперчить и сформировать котлетки. На сковороду выложить лист пергамента. Добавить немного растительного масла и обжарить котлеты с обеих сторон до золотистого цвета. Затем отправить котлеты в духовку на 5 минут до готовности. Подавать с грибным соусом и зеленью. Приятного аппетита! Обратите внимание, какая красота у нас получилась. Вы знаете, когда на кухне получаются вот такие шедевры, действительно хочется все это попробовать сделать дома. Но сначала мы попробуем, насколько это вкусно. С чего мы начнем? С чего начинают? Начнем, наверное, с баклажанов. Как они называются, баклажаны? Да, запеченные баклажаны, сыр, моцарелла. Можно баклажаны и запеченные. Как хотите называть. Давайте я вам наложу. Да. Давайте, вот базиличок немножечко сюда. Хоп. Здесь у нас есть, можно ложечку. Я думаю, что это у нас будет. То есть у нас это как закуска, да? Это у нас как горячая закуска. Но она настолько сытная, что, я думаю, она у нас и как горячая тоже. Так, пробуем. Есть какие-то особые правила? Особые правила? Я не знаю. Ну, наверное, говорит, что это вкусно. Наверное, самое главное. Это правда вкусно? Я думаю, да. Должно получиться было вкусно. Если баклажаны у нас запеклись, пропеклись и с солью мы угадали. Они пропеклись, запеклись. И сыр у нас, да, хороший получился. Какие красивые котлетки, розовенькие. Здесь я прямо из общего блюда. А как, слушай, соус сюда класть? Да. Карий и грибной, да? И макать, да? По чуть-чуть. Ну что? Мне очень нравится. Я думаю, соусом будет еще вкуснее. Просто не котлетки, а песни, я бы сказал. А я бы сказала, даже гимн. Да. Слушай, как вкусно. Ребята, обязательно попробуйте сделать то же самое. Вот я вам прямо настоятельно рекомендую. вкуснота.кз, хабар.кз. Запомните, запишите и сделайте так, как сделал только что Артем. Это очень вкусно. Ну, кулинария – это язык, с помощью которого можно передать гармонию. Счастье, красоту, сложность поэзию, культуру. В общем, все, из чего складывается наша жизнь. Артем, это очень приятно, что мы с тобой на одной волне, и ты столько интересного сегодня для нас открыл, столько секретов. Просто взял и выдал вот так вот кулинарных. От наших друзей, поэтому я хочу тебе вручить эту корзину с продукцией нашего генерального партнера «Евразин Фудс Корпорейшн» с брендами «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы». Ну, друзья мои, настала пора прощаться. Смотрите, пожалуйста, на нашем телеканале самое вкусное шоу страны «Магия кухни». С вами была Диана Снегина. Приятного аппетита! Еще увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова